Семенский бройлер расширяется и модернизирует производство. На птицефабрике уже опробовали новое оборудование, которое заменяет ручной труд. Одновременно идёт реконструкция трёх корпусов по выращиванию бройлеров. Как рассказывает Анна Рабчук, в планах предприятия увеличить объёмы готовой продукции с 33 до 40 тысяч тонн в год. Ещё два месяца назад Моблюда перерабатывала мясо вручную. Рядом с ней стояли 20 человек и очищали от костей холодную курятину. Сегодня всё, что нужно делать специалисту, это подвешивать тушки на каретку. Мы работали вручную, ножами. Мы очень много мяса перерабатывали, у нас руки болели. А сейчас, конечно, облегчение такое большое, что эта машина всё у нас перерабатывает. Птицефабрика «Тюменский бройлер» в процессе глобальной модернизации. На производстве запустили сразу три машины, которые облегчили труд специалистов и увеличили производительность в полтора раза. Машина «Рапид», которая именно проводит вот этот процесс обвалки грудки. Также установлена машина по обвалке в селе бедра. А ещё новый конвейер, с которого мясо сразу попадает на подложку. В технику вложены миллионы рублей. В конечном итоге в плюсе окажутся все – клиенты и предприятия. Сейчас в этом цехе одновременно работает около 140 человек. До установки нового оборудования было ещё больше. Но это не значит, что сотрудников сократили. Наоборот, распределили более грамотно. Одних отправили в колбасный цех, других – в цех КФС. Как раз там много работ выполняется вручную. Между тем, строители возводят новые птичники. Это тоже часть инвестиционной программы. Сейчас в корпусах заливают полы, обшивают стены. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу оборудования. По срокам окончания работ мы ориентируемся на конец сентября, начало октября. И уже в этом году с этих трёх корпусов мы получим дополнительно 750 тонн мяса, которые предоставим нашим покупателям. Руководство предприятия чётко понимает, куда отправится новый ассортимент. Это торговые сети и магазины всей Тюменской области. Товар очень быстро разбирают с полок. А ещё больший объём производства даст возможность снизить себестоимость готовой продукции. Анна Рабчук, Андрей Захаров. Тюменское время.